привет всем с вами александр верст и сегодня мы с вами будем проходить 8 из 10 dead complex и проходить мы его будем для санши или от санши в любом случае я был удивлен когда увидел что собственно почему-то очень мало 8 из 10 я сам собственно не так давно переехал саншу в этом плане и решил что называется пофармить как бы гайдов и не нашел поэтому решил записать свой фит локи на котором я его буду делать я в конце покажу как всегда но сейчас я насканил собственно этот комплекс уже и мы летим к нему сообщение такое вот нам дается сам по себе он как бы не очень сложный единственное там не то что проблемным моментом но некоторые затруднения вызывает последний последняя структура в последнем кармане но в принципе по идее все должно быть достаточно просто блоки я собрал специальный для прохождения санши на то есть я по-разному как вы знаете больше его и его люблю но в нормальные анти-вм я не смогли нормально защитить также уж совсем не переплощена поэтому решил все-таки пробовать саншу делать на блоке я так подозреваю что аналогичная ситуация у меня будет с блудами а это как бы следующая сеть ну ладно в любом случае если не ошибаюсь 4 кармана ну давайте все последовательно первый карман всех зачистить всех уничтожить как бы мега сложно задача в кавычках потому что все достаточно простые ребята более того вот эту толпу мы будем вообще защищать с помощью дронов мне нравится в этом плане локи вроде бы там 45 этих дронов несчастных но на самом деле они погоду делают почему потому что мелочи исправляют достаточно эффективно мы летим собственно на вот этих ребят под этими ребятами я имею ввиду господи как они называются ну батл супер короче естественно лучше всего заряжать неровный рейдж и не совы да то есть но я скажу тут особенность именно 8 из 10 их что нам очень сильно понадобится новая рейдж хейли сара и причем большое количество для раз последнего кармана так уж не знаю почему-то решила все себе что именно в этом варианте будет полезный взрывы ну первый карман как бы не представляет собой взрывы я правильно же говорит вроде как взрывы сейчас может не то взял да все правильно взрывы так вот не понимаю я почему так сделала ccp то есть ну может быть в этом есть какая-то логика может быть есть какая-то какие-то логические предпосылки в любом случае как вы понимаете не давно не было в онлайне я прошу это прощение ну как-то не складывалось все теперь надеюсь буду немножко почаще появляться да и минус этого локи к сожалению достаточно он такой ближний бой я бы сказал потому что уж совсем как-то не привык к таким дистанциям я все-таки больше играю на дистанции 30-40 километров а тут у него максимальный лог 42 километра вообще рабочая дистанция 25-30 конечно это немножко вызывает у меня скажем вопросы но я так понимаю что приходится с этим можно конечно вставить компьютера видит там правда подсистема ну да я мешаюсь достаточно эффективной брони хорош локи тем что он балансирован собственно по всем скажем вариантом которые могут понадобиться по резистам поэтому конечно в этом плане он явно опережает так но вместе с тем можно пострелять этого товарища конечно же дроны полетели на самую выгодную цель для них они прямо сильно мне помогут против батлшипа ну как есть я вижу что в этом плане ничего особо не поменялся да то есть любом случае пытаемся ну минимизировать время прохождения причем для меня удивительно что собственно именно этот локи прямо такой прям сильно сильно лучше чем тенга в плане уничтожения неписи от сэнши но опять-таки наверное это вопрос сборки скажу честно это не мой фит да то есть я его так подсмотрел но немножечко с моими скиллами как вы знаете без всяких имплантов в голову мне кажется он более менее оптимальный я хочу сделать целую серию про сэншу а то я как-то вроде как-то очень давно с нее начинал вообще играть так уж случилось что я жил санши космосе а потом к чему-то это дело забросил на теперь собственно возвращаемся к начатому и наверное все таки это было бы правило санша очень на многих моментах приятно для фарма в большинстве своем для blitz фарма на то есть пятерка вот этот комплекс а вот санши вообще проходит за быстрее чем все остальные ну по всяким лутом конечно может быть не самое выгодно но с другой стороны довольно ступень ну ладно в любом случае суть до дела пока мы тут размышлял на тему а как там дальше будет собственно прошли первый карман все очень просто вы видите щит у меня прям отлично ничего не приводит заблуждение так кто-то у нас появляется из ребят не будем забывать про подскан почему потому что все таки как ни крути мы находимся в нулях во вражеском космосе как вы знаете я веду довольно такой кочевный образ игры это еще и разу ну прям прям мега интересных моментов ну хорошо а разу в принципе сам по себе не страшен главное чтобы он к нам прилетел а он уже и улетел ну тем более чуть больше противников во втором кармане хорошо что они вот разбросаны по такому кругу периметру не вызывают как будто вопросов плане доступа так уж случилось что я много взял тяжелых ракет не очень взял легких ракет поэтому будем большинстве своем работать тяжелыми ракетами но вот опять-таки дроны здесь тоже пригодятся для всякой мелочи виде destroyer ну опять таки хорошо то что в принципе не так сильно санша там скроме пересетку и для т3 кораблей конечно это такой важный момент но эти 24 километра ну прям далеко-далеко заплынуть можно в кавычках тем не менее довольно смело я могу лететь не чуть ли не напрямую дроны там уничтожают эту всякую мелочь но как вы видите батлшипы принципе идут как по массам конечно не не столько как бы благодаря сколько в в режиме вместо так ну давайте посмотрим куда мы летим ну наверно скажите вот сюда в этом плане в этом плане нужно смотреть внимательно тут опять кто присоединился но опять-таки на каталисте я не думаю что для нас каталист эта проблема да и он вряд ли сам судится да и вообще вылетел все проще так ну отлично давайте-ка наверное перезарядимся это будет не лишним дроны конечно очень странно летают в разные стороны хорошо хоть летают на том спасибо если помните был апдейт где они сами и не летали слава богу что сообщество все-таки отменил этот апдейт но я думал что собственно ccp не прислушается это было бы конечно печально все бы наверное дронов шипы резко был шли в никуда так ну а тут у нас есть возможность попасть по батл крейсеру четыре залпах достаточно для того чтобы он уже ушел в небытие ну а дроны почему-то опять начали агриться на батлшип ну прям это их формат почувствуй себя мега убивакой как-то получается у них не очень хорошо но тем не менее так окей с этими разобрались летим к следующему батлшипу как вы видите они остановились по кругу если милость хоть как-то двигается то батлшипы по ходу не двигается ну окей не важно двигаются не двигаются главное что мы к ним двигаемся и достаточно кстати в быстро мы к ним двигаемся в разных вариациях так еще мелочь и еще мелочь но так на тот случай если нам все-таки нужно будет подсказать нашим дроном на кого же все-таки нужно агриться потому что я вижу что собственно без подсказок особо они не могут так еще можно этого подстрелить в принципе видите летая так по кругу особо ты много выпустил ракет не пожадничал что называется окей и еще минус один а пока мы летим к нему сразу можно и лететь к следующей цели ну вот как то так вот летая между ними в принципе можно нормально как всех и поубивать так трудно уничтожают батл крейсеры если честно уничтожают не очень эффективно ну вот видите такой себе трешак есть а между тем мы успешно приближаемся к нашей цели он 27 еще один ну да достану раз два три без счета поэтому четыре я за эффективное количество ракет потому что в дальнем космосе как бы не сильно их можно купить отсюда лучше считать количество залпов для того чтобы потом не летать судорожно искать а где же их можно прикупить ну вот собственно то о чем я говорю я пока неправильно сделал я от отдалился на такое расстояние где я уже не могу достать батл трейсер приходится направлять у него дрона есть еще минус один и наверное успеем перезарядиться но должны успеть ну а дрона допилили батл крейсер но опять таки не могу сказать что прямо не там мега эффективны против крейсеров но во всяком случае достаточно нормальное подспорье если не сильно акцентировать свое внимание как раз на такой вот мелочи ну опять вот куда они летят непонятно кого они там убивают чем этот крейсер там они бьют хотя есть загрянные на меня destroyer destroyer и да они могут запилить а вот крейсеры не ну конечно теоретическими не только теоретическими практически могут но уже очень долго но давайте посмотрим до чего ли там допилили 30 ох прям далеко допилили и так еще пилить и пилить ладно после сейчас этого товарища наверно помочь надо потому что они так действительно будто бы долго не пропилилась графика в последнее время как вы видите прямо стало на заглядение на чуду на чудо прямо шикарнейше я чем больше смотрю на то что делается сепи последнее время тем больше понимаю что они просто вот огромное количество денег и времени вкладывают в красоту игрушки это не может не радовать если всегда его было красивыми табличками по теперь конечно она потрясает своими видами космоса и каждая из каждой разум все лучше и лучше конечно за счет нашего с вами скажем как вложение железо ну искусство требует и это вот в чистом виде ccp доказывает ну что добил видите как хорошо остался еще один у меня выстрел но в принципе основную задачу по уничтожению мелочи дроны в принципе справились не всех конечно сами уничтожили но будем честными почти большую часть все с этим все по-моему нет не все все-таки 5 до 55 полетели так третий карман опять-таки как вы видите первые два кармана то что прям совсем просто но довольно просто можно назвать так не забываем собирать дронов до вторая часть доноров дронов у меня инфраторы они чуть получше ну и тут нас ждет с вами все-таки некий бонус виде трус анша дарк лорда дарк лорд иногда из него выпадают всякие интересные шняги поэтому не поленитесь его уничтожить хорошо опять-таки в этом кармане то что собственно в нем тоже не так много мелочи но она есть поэтому я сначала вам рекомендую уничтожить дальних ребята потом уже переходить к самому вкусному агресса они сразу все урон от них ну не то чтобы прям сильно большой но такой в принципе достаточный скажем так для того чтобы почувствовать насколько у вас хорош корабль не забываем вытаскивать дронов которые должны запилить всю мелочь ну пока мы скажем так уничтожаем самый большой вместе с ним с тем надо не вовремя переключаться на следующей цели потому что повторюсь ну как бы очень уж близорукий я прям неожиданно он для меня близорукий но я думаю что я подумаю как лучше дофитить правильно с другой стороны дает возможность как раз подумать а кто же там следующий щит видите достаточно эффективно справляется с поставленными задачами ну и собственно летим к дарк лорду пути уничтожая всякого дребедень есть все достану ну да достаю получается надо его уничтожать все раз уж достаю чужие стоять дать 5 а на него 4 да нет 5 больше получается больше ну хорошо ладно тут как раз и дроны могут подцепить чем-то тут всего один дрон не сильно то они подцепят ну поэтому будет один залп так сказать прощали так 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 то там на следующий на очереди на следующий на очереди наверное вот этот товарищ ну давайте разворачиваться уже надо лететь в эту сторону есть еще минус один темный лорд ушедший во мрак веков ну а дронам все таки надо видите ну надо их подталкивать в правильное русло потому что можно очень долго ждать от них правильных действий самостоятельных тем более с близоруком близоруком режиме шел там допилился допилился так ну мы уничтожаем дарк лорда вот следующих ребят захватывать целины наверное все таки сразу лететь к центус центатис спектр ну давайте к спектру полетим есть готов ну вы знаете может я не я недооцениваю дронов все таки как ни крути они так довольно может быть не мега быстро но довольно эффективно справляются со всякой милочью есть и еще есть один я тут даже не так быстро справляюсь с большими ребятами как они с мелочью управляются ну вот видите в принципе потихонечку тихой усопой как говорят нормально так всех выкосил больше меньше степени новый кассил есть на лорда немножечко подзабили ну я думаю вот так вот будет правильнее ну вот где-то в этом духе и еще один ушел в родца а по сути то осталось совсем ничего тут то осталось буквально пару противников с которыми стоит постражаться поэтому мы забираем наших дронов этих и выпускаем более тяжелую релиз более тяжелый релиз у меня всего лишь нас два инфилтатора ну и два инфилтатора на самом деле тоже неплохое подспорье где-то там лишних 200-250 дпс очень часто бывают и не лишние как показывает практика все бьем еще одного ну а тут уже придется что называется возвращаться чуть ли не прямо назад я думаю уже стоит наверное менять маршрут ну сколько 20 минут уже да то есть 22 минуты ну не так уже мало будем честными по большому счету как бы третий карман он последний перед финальным но финальный он прям долгий будем честными я даже когда вот не так давно восстановил в памяти как его проходить он меня даже расстроил есть конечно вариант проходить его издалека но что-то мне подсказывает что мы и так будем еще дольше его проходить поэтому будем проходить как я знаю знаете как говорят самая короткая дорога это которую ты знаешь ну и давайте же глянем что там в нашем true sunshine dark lord то мы так вроде как начали о нем говорить а вроде как особо и ничего не получилось из него вытащить наши инфилтаторы пошли на него и что они дают по дамагу интересно ну 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 84-43 прямо убиватки прям убиватки 68-73 48-40 ну короче 80-90 тпс ну тоже на дороге не валяется из случае что мои ракеты приносят сколько 769 ну как бы ну ладно сколько то все таки есть есть значит не так все плохо но видите щит вообще стоит на месте 90 даже 99 процентов нет 100 процентов стоит и все как вкопанный не могу сказать что мне это не нравится давайте глянем что там у нас выпало из нашего этого супер ничего не выпало вообще ну и такое бывает что уж тут будем честными хотя на самом деле выпадают трусанша шмотки иногда бывает что то и полезно но с другой стороны самого этого версира может и не быть то есть ситуация бывает такое что у его в этом кармане нет поэтому если вы его не нашли значит вам просто не повезло такое тоже может быть так ну последний бэша в этом кармане и в принципе летим в последний карман вот в последний карман есть некоторые не то чтобы сложности но скажем так особенности ладно все по порядку перво-наперво как всегда нужно скостить полностью всех фрегатов потому что там фрегаты и скрамят и сеткуют сами понимаете в большом движении попасться на скрам или на сетку не очень хорошо поэтому давайте-ка мы перезарядим обычные джон хэви ассалт миссайлы как ни странно они по-моему самые эффективные против мелочи против фрегов хотя если вы видели ну как бы фрегов особо то и не было вообще так полетели ну убить нам с вами нужно ни много ни мало а саму башню хотя нет фру там по-моему есть все-таки еще и башня в стазе башни давайте-ка мы наверно все-таки зарядим дальние ракеты дальние ракеты это целых 43 км чтобы понимали потому что с подсетками ну я прав да тут много сеток я про них совсем забыл и это на самом деле не очень хорошо что я про них забыл более того я еще и забыл что они сразу же на таком расстоянии где я собственно особо ничего сделать и не могу ну что я могу сказать значит 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 ну это на самом деле еще не все-то плохо это на самом деле мы как бы еще хоть как-то летим будет плохо когда вот эти долетят да но это нехорошо чего уж тут давайте-ка мы выпустим наших около литров и все-таки надо достать до сеток надо достать до сеток надо достать до сеток потому что без них будет жопа точнее с ними о по ходу я достал все-таки до сетки хотя бы до одной ну давайте что ж тут сказать что-то начинает проясняться вопрос в том что что больше всего проблема во всех этих историях то что сейчас на меня обрушится шквал общего огня от подоспевших вот этих всех ребят и тут конечно тут много вопросов а кого же я тут в принципе должен был бы в первую очередь уничтожать и вот собственно то о чем я и говорю еще товарищ я даже вот так вот ставлю разгон потому что есть большая вероятность здесь остаться если сейчас не тех уничтожать ах видите о чем я и говорю Вроде и броня хорошая Вроде и все хорошо Но если ты мелочь не снял То мелочь может сильно наказать И еще он нет А сейчас ходящий ДПС будет все больше и больше Чем быстрее я их убью Тем будет мне легче отфарпать Ну хотя бы отфарпать Потому что мне нужно вот эту бульсу толпу Сейчас с ней что-то сделать И тут в принципе я Правтыкал момент Который Нет ну не совсем уж Правтыкал ладно Не будем так себя коробить Не все так плохо Есть шанс Все таки добить всю эту мелочь А если добить всю эту мелочь То можно просто сделать переварп А переварп уже мне даст возможность Нормально Как бы дожить До следующих запусков Не могу сказать что это прям хорошо все Но как-то Как-то так Как минимум Как минимум точно Можно сказать что мы тут Отделались легким испугом Я бы так это назвал Хотя видите тут легкий испуг такой Что как бы Тамак этого все серьезнее и серьезнее Влетает Да Видите На самом деле он будет только расти Вот этот все подходящие ребята Они как бы Совсем Совсем злые В этом плане Видите Они вроде бы Их не очень много Но они так Меня даже С моим щитом пробивают Я даже сейчас не буду Рыпаться Пытаться Вставить В какой-то Разгон Другой Или еще куда-нибудь Я наверное все таки Буду отварпывать Сбираем дронов Ну вас нафиг Все уходим Таки пробили Но с другой стороны Мы достаточно большое количество Противников завалили Если вы обратили внимание То если бы я не добил бы мелочевку сразу То все бы закончилось гораздо Гораздо плачевнее То есть я бы просто не успел бы отварпать Поэтому мой вам совет Сначала уничтожайте Если вы достаете Опять таки подчеркиваю Если вы достаете До стази башни Вторые на очереди фрегаты Если вы не достаете до стази башен То фрегаты стоят номер один И собственно это ваша номер один цель В плане Достать и уничтожить А так придется Вот как бы с переварпом Нам туда двигаться На этот счет видите Мне пришлось пожертвовать Шестью процентами армора А так как я полностью весь в щите То как бы сами понимаете Базард Ну базард нам Бузард базард Как его там правильно называть Не помеха Поэтому мы спокойно себе Дерегаемся дальше Ну давайте глядеть На самом деле Теперь нам придется довольно сложно Почему? Потому что мы как ни крути Постоянно будем прилетать Прямо в самую гущу Противников Да То есть которые собственно будут готовы К тому чтобы нас максимально быстро хватать И уничтожать Конечно фрегаты мы все сняли Если я не ошибаюсь Там оставалось буквально парочка фрегатов Ну вот батл крейсеры Конечно будут Давать некий тренд Моменты Если бы поставить Расширитель на дальней строке То теоретически Теоретически Мне бы и хватало бы нормально Их бы снять И по идее У пенги В хэвио сауэлт миссайлах Как бы нет такого проблемы Но опять-таки У нее есть проблема В Ем Который больше всего собственно и бьет Поэтому как-то так Ну в любом случае Ага Кума Вега какая-то Кума Вега И этот на сканил А этот Не люблю я этих ребят В Брейвы Брейвы ничему хорошему не приносит Давайте посмотрим Кума Вега Кто такое Эмпориум Будем надеяться Что они нам не помешают На самом деле Нам еще как бы достаточно долго Тут возиться С этим Комплексом Почему? Потому что По факту Приходится Как вы видите Разу Вот разу Мне вообще ни разу не нравится Разу Мне вообще ни разу не нравится Чтоб понимать Где это за разум Ага Ну а разум Как минимум Разу шел Окей Я так понимаю Ага Нет я не понимаю Тут еще у нас комплекс возник Хех Давайте глянем Что за хех Пока мы подсветаем Может кто-то что-то полезное Кто-то узнает Заодно бозор доспускнем Ну либо не вспомним Он тоже непонятный товарищ Но он уже старый Второй бозор Я так понимаю Сегодня день бозор Да Сканят ребята Ну Как ни крути Один из самых Наиболее эффективных Заработок Так Ну Что я могу сказать Давайте Попытка номер два Вот сюда эти ребята и прилетели На этот руин Санша Так Попытка номер два Сразу встаем в разгон Смотрим Что там у нас Никого мы не попадаем Не достаем Точнее Зато все нас достают Придется уничтожать Настолько Насколько Повозволяет Реальность А реальность Как вы видите Говорит о том Что мы будем Так уничтожать Долго И упорно Ну Что я могу сказать Прям совсем долго Мы так будем уничтожать Что ж такое Блин Как же так прыгнуть Чтобы Хотя бы Хотя бы Основное количество Народа захватить Включать Перегрев Тоже не вариант Особо тут Починиться Нигде не будет Возможностью Но с другой стороны Конечно По одному Уничтожать Как бы тоже Несуки Мы так будем Долго летать Туда сюда Где то я Пропустил этот момент Нужно было Конечно Сразу же Сразу же Нужно было Включать Подбивку Ну давайте Попробуем Рейджами 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 Мы конечно Будем гораздо Быстрее Снимать Крузаки И всех остальных А по большому счету Они это в основном В нас и попадают Как товарищу Сканет Ну успеха Что могу сказать Успеха Так Надо придумать Тактику Как их Быстренько Так Вывести Из строя Дроны Дроны Ну дроны Разве что Против Против Совсем Мемочевки Ну тоже Вариант На самом деле Почему Нет Ну давайте Попробуем Почему Надо пробовать Улететь Мы всегда Улетим Понятно Что там Никто Нас не держит Само по себе Это уже Замечательно Этот товарищ На базарстве Я все думаю Вот как бы так Ну давайте Тогда получается По 4 залпа Ну что там Двоих Троих Я конечно Забираю С собой В этом случае Может быть Включить Конечно Перегрев Тогда это будет Быстрее А пока Возвращаться Остывать Ну наверное Как то так Потому что Что ж По другому По другому Беда До лета Будем тут Прыгать Туда сюда Это конечно Тоже дело Но как бы Хотелось бы Немножечко Поскорее Проходить Комплексы А не делать Это В очень Долгем Варианте Так Что то как то раньше Я немножко Быстрее Проходил Может я что то не то Ставил Фит Да нет Вроде все то же самое Может надо было Все таки Переделать Фит Поставить Поставить Дамаж контрол Вместо Вот одной Этой штуки Но с другой стороны Тогда бы На несколько процентов Было бы меньше Дамага Ну ладно Давайте смотреть Потому что Повторюсь Вариантов много А правильных Вариантов Не существует Есть Получилось Или не получилось И вот Если все получилось Ну тогда Победители Не судят Если вот Не получилось Ну значит Не получилось Ну я думаю Что рано или поздно Получится Что там у нас Этим База там Боится Ну правильно Боится Локи Я бы тоже боялся Мало ли Что этот Локи Тут делает Это хорошо Что мы Достаточно Мирные И нормальные А большинство Локи Совсем не мирные И совсем Нормальные Вы все прекрасно Знаете Что может Локи Даже в одиночку Ну опять таки В правильных Хороших руках Может В неправильных Руках Ничего не может А так как Я как вы знаете В кавычках Пвп игрок В больших кавычках То конечно Вот опять таки С одной стороны Не очень хочется Много вкладывать В пвп С другой стороны Я понимаю Что пока Ты не потеряешь 150 кораблей То как бы Все равно Ничему не научишься Тратить много денег Дисков На хорошие корабли Ну реально Жмет жаба Так Ну что Монент истины Давайте еще раз попробуем Опять таки Ну блин Ну смущает меня Количество Конечно Того Что подлетает Мы бы всех На самом деле Нормально бы Кайтили Если бы Была бы Нормальная дистанция Но дистанция Вообще Хреновая Ни туда Ни сюда Вот Я по моему Даже этого Товарища Не достаю И все Ну окей Этого мы забили Ну приходится Возвращаться Все Дальше Я просто Это Просто Меня сносит Да Сносит Ну блин Ну хоть что с ним делать А вот Кто мне скажет Что с этим делать Получается Что то делать надо А что делать Непонятно И по факту Я же никого Даже Даже Не замочил Никого Или все таки Вот этим Лучше Стрелять Ну Баунти Конечно Хотя бы Баунти Хотя бы Баунти Радует Так Ну и что Я с таким успехом Буду очень долго Туда сюда прыгать Абдрайв Актив Антошка Давай уже Что то решай Я понимаю Ты боишься Ну Больше Морозу лишь Глаза Хотя Довольно опытный Пилот 2015 года Может замышлять Какую нибудь И гадость Если у них Какая нибудь Блаза есть Вот Кто мне скажет Что с этим делать А Ну Хотя бы Хотя бы Не ситкуют Уже Блин Хорошо Потому что Как бы Совсем Было Печально И грустно Или Не то что Не ситкуют Не скрамят Потому что Было Совсем Ж грустно Можно было На дезрапторе Там прямо И остаться Видите Как они Вроде как Издалека Вроде как Можно что-то Сделать А в реальности Пока ты Раздуплишься Туда-сюда Уже все Уже сделать Ничего нельзя Можно попробовать Мелочь сначала Гасить Все-таки Как-никак Мелочь Я больше С собой заберу Сразу Два залпа Туда-сюда И все И нет А ее там много Она все-таки Как не хочешь Это хотя бы По одному По два ДПСа вносит И уже Такой нормальный ДПС Давайте-ка я Наверное Попробую мелочь Сейчас срубить Прям совсем Мелочь Может быть Это действительно Поможет Ну конечно По сравнению С той же Например Восьмеркой От гуристов Много Телодвижений Прям совсем Вот этот Найкстар Уже Вопрос Минус 7,9 2020 года Персонаж На ТНГ И минус 7,9 Это прям Победа Меньше всего Хорошего Чего-то Жду От таких Ребят Что По мне Прилетел Нет Не по мне Прилетел Просто Даже Улетел Ну Хоть И летел Не факт Что Надолго Конечно Улетел Тем не менее Так Итак Задача Спилить Как можно Большее количество Противников Желательно Ничего не потерять Да То есть Ну давайте Попробуем Включить Перегрев У меня тут Конечно Есть У меня Кстати Опа А я еще Вдобавок И не взял С собой Обидно Досадно Я не взял С собой Нано Пасту Ну ладно Значит Мы делаем Следующим Образом Мы Включаем Все Мелочевка Которая Тут Есть И Говорим Сегодня Мы пришли По вашу Душу Включаем Перегрев И Смотрим Что Получается Ну С перегревом Получается Неплохо Откровенно Может Даже Не надо Перегревать Эта Часть Дамаг Летает Меньше Гораздо Конечно С собой Забрал Однозначно Большое Количество Противников В принципе С этим Уже Что-то Можно И Делать Наверное Так и Нужно Было Поступать С самого начала И Улетаем Ну Видите Не то Что Всю Толпу Но Большую Часть Я Собственно Убрал С поля Боя Конечно 39 29 28 Ну Окей Да Наверное Надо было С самого Начала Так делать И Не Морочить Себе Голову А пока Мы Сюда Туда Летаем 50% Перегрева Ну Сейчас Мы Быстренько Остудимся Пока Мы Будем Лететь Туда Сюда Думаю Процентов До 20 Мы Остудимся Летим Что Могу Сказать Летим Дальше Пробуем 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 Еще Раз Пробуем Я За То Чтобы Там Пробами И ошибками Получать Правильные Варианты Вот Судя по всему Надо Начинать С самых Мелких И пока Они Быстренько К нам Подлетают Они Быстрее Подлетают Чем Все Остальные Надо Было Бы Их Замочить И Тогда Бы Сейчас Не Было Бо 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 И Сняли Бо Сейчас Мы Значит Добьем Дестроера И После Дестроеров Мы Добьем Ботл Крейсера Потому Что Они В зоне Собственно Наши Нашего Огня И Уже После Этого Будем Добивать Всех Остальных 25 В первом Кармане 20 Процентах Ну Короче Как раз Мы Долетим До Последнего Четвертого Кармана И Полностью Остынем Ну Тоже Вариант Фигово Что Я Собой Не Взял Нашу Пасту Как Я Мог Ее Забыть Это Вообще Отдельный Вопрос Это Прям Совсем Отдельный Вопрос Но Как-то Забыл Так Есть И Что У нас С Остыванием В 16 Процентах Ну В 16 Процентах Это Вполне Нормально В принципе Нормально Мы Идем Но Потом Надо Будет Просто Это Все Отремонтировать Одним Махом И Как Вопрос Будет Снять Так Что У нас Получается 11 10 Процентов Третьего Кармана 10 Процентов Дома Тут Оставшиеся Пушкин Мне не нравится Этот Антон Вообще Честно Я как бы Не сильно Люблю Антонов Как то По жизни Мне складывалось Встречаться В жизни Те Антоны Которые Встречались Они как бы Такие себе Антоны Хотя Может Мне просто Не повезло Ну Ладно Значит Время Позднее Будем Пробовать Что то Сейчас С этим Сделать Тактика С перегревом В принципе Работает Само по себе Уже Хорошо Нет безвыходных Ситуаций Есть Взывание Искать Выходы Из ситуации Поэтому Поэтому Поехали Посмотрим Что у нас Получится Еще раз Только Не забываем Вставать В разгон Да Видите Мелочь Мы все Добили Так Это не мелочь Тоже Я не мелочь Начал Блачить А нам Нужна Мелочь Как раз Так Есть Я не могу Понять С какого момента Прилетает Уж совсем Сильный Дамаг Или это Баттлшипы Все таки Такой Дамаг Наносит Могут И баттлшипы Конечно Приносить Столько Волшебства А это Уже Вопрос Того Что мы Не сбили Стази Башни Ну Как их Собьешь Как их Собьешь Если Они Не сбиваются Ну С другой Стороны Как бы Конечно Этих Там И сбиваем Уходим Что могу Сказать Но В принципе В принципе Уже Гораздо Гораздо Легче Даже Здесь 50% Перегрева Уже И так Не так Страшно Тут Я уже И не только Мелочь Но уже И более Крупные Цели Захватил И даже Не одну Две А так Нормальное Количество Ну Значит Вот так Что могу Сказать Значит Вот так Плохо Повторюсь Что я Не взял С собой Нано Ботов Этого Конечно Сильно Не хватает Если Сейчас Пережгу Собственно Щиты То Ничего Хорошего Тогда Не получится Ну Будем лететь Остывать Да Получается Конечно Далеко Не так Как я Себе Это Представлял Что То ли Я Как-то Неправильно Сейчас Играю То ли Я Как-то Неправильно Выбрал Цели Ну Помнится Мне В прошлый раз Я Конечно Переварпал Пару Раз Это Было Буквально Пару Раз А тут Прямо Я Даже Не знаю Какой Уже По Счету Раз Ну Че Так Ну Да Видите Практически Полностью Устываем Пока Долетаем Нам То По Большому То Счету Всех Это И убивать Не надо Нам Нужно Убивать Убить Их Для того Когда Будет Понятно Что Мы Держим Держим Нормально Собственно Урон Который Влетает А Сколько Это Вот Основной Урон Как мне Кажется Приходит От Плату Крейсеров И крейсеров Ну В принципе Это И Показывает Так Другой Вопрос Было Все Проще Если Мы Сняли Башни Но Башни Мы Просто Не Я их Не могу Даже Залочить Потому Шелок На 43 Км Или Даже Меньше Чем 40 Так Ну Могу Так Сказать В любом Случай Даже Последний Наш Сейчас Заход Был Достаточно Показателен В плане Того Что Можно Вполне Спокойно Держать Этот Дамаг До Поры До Времени Главное Успевать Всех Убивать Ну Снова Проходим Третий Перман Какой Раз Даже Не Помню Антон Котово Котово Сидит И Смотрит Непонятно Правда Где сидит Но Что-то Смотрит Значит Сейчас Добиваем Батл Крейсеры Потом Крейсеры И Пытаемся Долететь До Сеток Не Думаю Что Стоит Уничтожать Баттл Шипы Потому Что Это Будет Реально Совсем Долго С Другой Стороны Видите Количество Народа Здесь Явно Поуменьшилось Давайте Смотрим Да Ну И Понятно Что С Уничтожением Каждого Из Них На Самом То Деле Мы Облегчаем Себе Общую Задачу Ну Нет Видите Не могу Достать Слишком Недалеко А у меня 28 Километров Бук Ну С другой Стороны Прям Я не могу Сказать Что Прям Там Сильно Сразу Уничтожаются Вижу Что В принципе С уничтожением Вот этих Ребят У нас Более Менее Уже Стабильно Идет Откачка По Щитам А значит Я уже В принципе Могу Хоть что-то Делать С другой Стороны Я с этим Сделать Ничего Не могу Поэтому Придется Сейчас Этого Добивать Вот С помощью Этих Ракет А вот А всех Остальных Придется Живелинами Что-ли Бить Ну Давайте Дред Дреда Попробуем Что-ли До кого Достаем До кого Достаем Ну Достаем На самом деле Совсем Недомного Надо Забирать Греха Подальше В принципе Потихонечку Но я Справляюсь Даже Если Будем На этом Уровне Пиликать Этого Вполне Достаточно Для того Чтобы Что-то Делать Ну Окей Давайте Попробуем Давайте Дживелинами Попробуем Нам Все равно На самом 27% Тут Уже Откачиваемся Даже Местами 34 29 26 Ну Я думаю Мы больше Не перевархываем Наконец-то Где-то Где-то Оптимальный Момент Нашелся Сейчас Мы еще Этот Темпус Убьем Давайте Комна Потихонечку Будем Лететь В сторону Вот этой Санше Стази Так Мы уже И откачиваемся Семен Семен Так Это Положительная Динамика Это Вы знаете Как Разговор Насчет Можно Работать На 99% А можно Работать На 101% Вроде Разница Всего В двух Процентах А если Смотреть В долгосрочной Перспективе То Колоссальная Разница Между Вообще Всем Чем Может Быть Да Мы Откачиваемся Мы Откачиваемся Как там Я Я Выкрутился Теперь Ваша Очередь Здорово Наконец-то Мы нашли Тот самый Баланс И Наконец-то Можно Теперь Сказать Что Да Все Получилось Мы Не Убьем Всех Но Нам Всех И Не Надо Убивать Но Нам И Не Надо Всех Убивать Хм Ну Противников Мы Умерли Ну Собственно Чего Мы Добивались Так Так На Всякий Случай Добью Центус Мутан Горба Чтобы Он Тут Уже Минимассов Вел Воза И Я Наконец-то Могу Золотить Стази Башню Неужели Все Отправим К ней Наших Дронов Я Уверен Что Они Справятся С Этой Задачей А Между Тем Мы Долго И Очень Настойчиво Летим Ко Вторым Ко Второй Стазе Башни Но Правда С каждым Разом Нам Это Будет Все Легче Легче И Легче Чего Что Тут 28 И 6 28 И 7 Ну Это Прям Максимум Можно Было Бо Конечно Джон Заверный Хривилай Ракетами Помочь Раз Раз Уж Дроны Там Все Рано Будут Без Дело Летать То Какая Разница Да И Наша Скорость Увеличилась До Неимоверных Неимоверных 35 Ёлки Я не верю В это Счастье 36 Метров Секунду И Главное Что Самое Главное Что Дроны Сами Летят Уничтожать Следующую Сам Составе Тау А Это Как раз Дальнее Ура Товарищи Ура Так Ну Окей Я до этих 49 Км Буду Ползти Так Чувствую Очень Долго Но Чуть Быстрее Чем Ползает 48 Ну И Самое Приятное Конечно Что В принципе Щит Который Есть Он Меня Полностью Спокойно Устраивает Я Как Бы В этом Плане Всяком Случае Не Напрядаюсь Приятно То Что Никаких Дорестов Здесь Больше Не Будет То Это Вот Был Максимум Который Есть Я Так Думаю Что Я Все Так Не Выдержу Если Я Ну даже 36 метров В секунду Этого Достаточно А вот Теперь Вообще Дикая Скорость Теперь Дикая Скорость 63.8 Но Самое Характер Когда Летят Дроны Без Всякого Моего Напоминания Черт Разберем Прям Приятно Ладно Че Уж Тут Раньше Дронов Мы Все Куда Не Поспеем Летим К Основной Нашей Цели Санша Нишин Централ Бести Это Просто Вот Наша Основная Цель Наша Основная Головная Боль Бить Мы Ее Будем Ново Рейдж Хэви Миссайл Почему Потому Что У нее Волшебные Вот Такие Вот Характеристики Танковаться Она Будет Всем И Армором И Шилдой Пробивать Нам Структуру Придется Довольно Долго Ну Прям Совсем Долго Чего Что Не Будем Скрывать И По Факту Шилд Достаточно Тонкий Он Быстро Пробивается Несмотря На То Что 60% А Вот Армор Это Минимальные Которые Есть По Армору Соответственно Следующий Был бы Кинетик Термал И Ем Дамаг Казалось Бы 20 Плюс 60 80 А тут 50 А тут 55 А тут 65 Но В Реальности Эффективнее Всего Стрелять Именно Взрывами Собственно Именно Поэтому Я Про Взрывы И Говорю Все Наши Неволшебные Дроны Уничтожили Съели Полностью Покорили Все Стази Башни Может быть И стоило Бло Чисто Отправлять И не Морочить Себе Голову А мы Начинаем Долгий Упорный Путь По Уничтожению Санша Нейшн Центр Упасти Ставим На орбиту В 10 Км Не нравится Мне Антон Котов Который Долго И упорно Смотрел Что происходит На базарде А теперь Пролетел На чем Что я Не вижу Ну Вот Смотрите Мы Сильно Стреляем И Он Тут Полностью Регенится А мы Выстрелили Почти всю Пачку И получили 98% Вот 97% Вот Представьте Сколько Времени Нам понадобится На то Чтобы Этого Товарища Полностью Уничтожить Ответ Много Но Правда Теперь Мы можем Себе Позволить Просто Вставить Разгон Без Всякого Автор Бунера Это будет Дико Медленно Но мы Уже Никуда Не спешим 95% То есть 5% Мы Можем Снять За целую Пачку Выстрелов Бытует Мнение Что Эта Станция Не Отрегенивается Если Мы Стоим Больше Чем На 40 Камет Вот Тогда Джовелины Просто Не Могут Пробить Ее Структуру Все Гораздо Проще Ну Шо Котва Нам Сделает Волшебство Какое Нибудь Или Мы Зря От него Ждем Подлянки Знаете Ко я Гляну Что У него Вообще По Рейтингам У Этого Товарища Это Может Быть Мы Тут Рядышком Так Присели Ну 23% Пвп Активности Будем Честными Совсем Уже Мало Как Для Дикого Убиваки С другой Сторон Что Он Тут Делает В Таком Случай Так Активно На нас Смотрит Может Смотрит Просто Может Он Буярист Мы же Не знаем Приятно То Что Мы Летим В нашем Разгоне Ровно Через Сквозь Станцию Мы Мы Не 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 Претендуем Тут Главное Не Упустить Момент Когда Он Прилетит К Нам Если Он Прилетит К Нам Ну Что Мне Кажется Что Не Зря Он Здесь Остался Так И Так Почти Две Пачки Из Расход Оно 10% 10% То Есть В принципе Нам Нужно 20 Пачек Ракет Для Того Чтобы Завалить Эту Станцию В Таком Вот Режим Этого Еще Дронами Средними Долбаю Ее Как Бы Не Очень Весело Будем Честными Ну С Другой Стороны Если Бы Не Этот Товарищ На Заднем Хоне Было Бы Все Довольно Спокойно Ну Ладно В Перспективе Все Таки Не 10% В Перспективе Все Таки Получается 13% За Две Пачки Это У Нас 5 6 С Половиной Процентов 6 Половиной Процентов Тоже Неплохо Так Давайте Посмотрим Что У Нас Там В Противоположной Стороне Так В Одну Сторону Куда Мы Летим У Нас Наша Точка А В Этой Стороне В Противоположной У Нас Кастом Офис Ну Давайте Мы Сделаем Еще Один Сэкспорт Ровно В Противоположной Стороне И Что тут 85% А где У нас Вообще Маяк Прилетный Где-то Тут Да Водовый Маяк 34 Км От нас И Таком Большом Количестве Вреков Что Незамеченным Вряд ли Можно Будет Подойти Ну Хоть Это Радует Но Вы Чувствуете Да То Прям Мега Станция Откачка Реген Просто Волшебный Каждый 10 секунд Полностью Восстанавливает Весь Свой Армор Поэтому Рейдж Новый Рейдж Без Всяких Вариантов Ух 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 Ну Видите Четыре Батлшипа Четыре Сентри Гана И Как бы А щит Не откачивается До конца Ну Хоть Так Ну Кстати Щит Там Убьем Наши Не Ем Дрон Поэтому По Идеи Чуть Полегче Вот Три Пачки Полных Израсходовали 20% Даже Больше Чем Три Пачки Ну Как Вы Понимаете Мы Все Рано Были Быстро Не Сбили Поэтому Момент Связанный С Количеством Противников На Поле Боя Он Все Так Крис Ну А Количество Ракет Ну Что Что Сделаешь У 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 Чуть удаляться от станции Со скоростью 57,8 И пробили Аж цельных 25% Но у нас мега успехи Не нравится мне этот Антон Котвоп Или Котво Как он там называется Антошка Антошка Идиюсь ли Копать картошку Че ты к нам пристал Ну кстати я могу еще друна выпустить По моему нет Ну что ж Смотрим че получается Как еще по другому смотреть Никак Просто всех пьем Да и все Довольно Такое себе Не очень умное занятие Но вариантов особо тут нет Было бы два корабля Либо две Конечно это было бы быстрее Потому что Мы бы гораздо быстрее Пробивали бы Первые две оболочки А третья не останавливается Соответственно Я думаю мы бы справились Ага Антошка появился Антошка появился И Где он появился А он появился Я думаю У себя там На этом Руинат То есть Если мы сейчас Включим Один и два То теоретически Мы Антошку будем видеть Нет Не увидим Боится Антошка Ну ладно Нам на самом деле И хорошо Что нас он боится На базарде Он нам ничего не сделает Перефичиваться ему Тут некогда Да и Судя по всему Нево что Наверное Ко мы пока Поставим разгон В другую сторону Чтобы не отдаляться А хотя бы Хоть чуть-чуть Приближаться К станции И 69% Сказка Страшная сказка С такими темпами Конечно Можно Посидеть Умереть Не знаю Родить Все что хочешь Можно Ну и собственно Возвращаемся В обратную сторону 68% Станции Осталось Ну единственное Что радует Что 5000 Ракет еще Я думаю Этого более чем Достаточно А вот что там Делает Антон Мне Непонятно Не надо Переходить Уходить Из разгона Скажу честно Может быть Может быть И Хидрис Какая нибудь Куда Летим Куда Хотелось Полететь На самом То Деле Потому Что Мы Летим Прямо У Станцию В какой-то Момент Разгон Будет Немной Может Возьмем Кому Немножечко В сторону От нее Не думаю Что Ситуация Сейчас Как-то Поменяется Сильно 64% Ну Будет 63% Будет Ну Наши Ставки Нет Я все-таки Думаю Что Будет В этой Пачке Мы все-таки Добьем 63% Да Ну Конечно Не сильно Нам Немного Выйти На Линию Где У нас Будет Разгон Такой Чтобы У нас Станция Не Закодила Соответственно Где-то В стороне Не окажется Вся Эта Ситуация Ну Не забываем Продолжать Бить Станцию Все Я думаю Достаточно Теперь Мы Переходим Спокойный Разгон По Большому Счету Где-то В противоположной Стороне У нас Должна Быть Наш Наш Второй Суэкспорт Пойдем Я Жить Женщину Не Биф Ладно Летим Видите 61% Знаете Что самое Может быть Забитно Что там Кроме Коробки Ничего Не Будет Это Ж Восьмерка Я Честно Говорю Думаю Что Вы Не Тут Закидаете Тапками Дизлайками Ну Прошу Не Судить Потому Что Повторюсь Я Прохожу Второй Или Третий Раз После Очень Долгого Перерыва Без Сенши Но Скажу Так Без Рейджов Без Нова Рейдж Вы Тут Вообще Не Сможете Пробить Я Пробовал Емами Пробивать Пробовал Термой Пробивать Чуть Чуть Пробивает Еще Скорость Нова Рейдж Это Максимум Что Пробивает Представьте Это Максимум Что Сейчас Происходит Представьте Себе Менем В Ем Пробиваешь Примерно До 30% Армора И он Полностью Восстанавливается Вот Это Конечно Облом Перезаряжаем Может Не надо Перезаряжать Надо Стрелять Сколько Стреляешь Каждый Раз Я Себе Это Говорю Все Оно Хочется Сэкономить Ракет Чуток Что Что Там Летаешь Главное Где Ты Там Летаешь Тут Ничего Нет Кроме Эти Штук Или Где Ты Там Летаешь Непонятно Где Он Там Летает Ну Где То Летает Если Летает Конечно Ну Давайте Глядите Чуток Все Такие Дроны Помогают Может Быть Они Там И Не Пробивают О Так Он Бащ Ушел Надоели Моему Хуже Хуже Редьки Поэтому Он Вообще Ушел Ну И Правильно Поздно Уже Все Спать Хотят Он Летает Что Хочет 53% 52% Будет Я Думаю Будет Ну Что Чуть Не Угробили Корабль Был Момент Когда У нас Откровенно Взяли За Пятую Точку В Принципе Все Могло Закончиться Достаточно Печально Чего Уж Тут Если Бо Вовремя Не Отбил От Дизрапторов И Скрипков Как Вы Понимаете Здесь Скорее Всего Что У нее Остался Ни Один Корабль Который Подумал Что Кроме Первоначального Урона Ничего Не Будет На Сам Деле Вначале Видели Как Особо Урона Никакого Не Было Ну Так Чуть Били И Все Но Как Только Они Все Дружно Встали На Исходные Позиции То Сразу Сразу Почувствовалось Что Все Таки Не Так Все Просто С Кто Играл Давайте Будем Честными Само Ощущение Что Ты Смог Разгадать Эту Головоломку И Все Таки Узнать Каким Образом Их Там Победить Ну Дает Серьезное Преимущество Само Оценки Как Минимум 50% Станции У Тем не менее Ой Прошу Прощения У меня На часах Уже Два Часа Ночи Поэтому Уже Хочется Спать А Времени Другого Просто Записать Это Все Не Бло Так Чтобы Более Менее Спокойную Систему Еще Найти Со Всеми Вытекающими От Судова 48% 48% Это Уже Меньше 50% Наверное Стоило бы Перемотать Чтобы Вас Не заставлять Все Это Смотреть Но С другой Сторону Я Обязался Еще В самом Начале Что Все Будет В Реал Тайме И Все Будет Прям По Настоящему Как Оно Происходит Так Оно Есть Без Всяких Вырезов И так Далее Мне Кажется Это Самый Честный Формат Потому Что Иногда Смотришь Видео И Такой Стример Или Блогер Все Получилось Но Только Я Потерял 10 Кораблей Сори Ребята Один Раз Повезло Поэтому Я Показываю Как Повезло Видите Я Пытаюсь Более Менее Безопасным Способом Играть Так Чтобы Не Сильно Полагаться На Везение Есть Конечно Моменты Такие Под Вопросом Откровенно Говорят Но В большинстве В своем У меня Достаточно На Такое Нежесткое Прохождение Но Кто-то Появился Прибав Колокала Давайте Будем Смотреть Кто Это 4.3 Ух Как Товарищ Много Менял Корпорацию В 2008 Году Начал Ну Это Прям Ну Виатор Это Такое Виатор Это Транспортник Но Сам Факт Что Товарищ 2008 Года Прям Почтил И Столько Встал Да Кстати Когда же Я пришел Я По-моему Где-то В начале Апреля Пришел Шутки Раня Да В начале Апреля Ну Вот Как-то Так Итак У нас С вами Продолжается Издевательство Над Санша Нейшн Централ Бастион И у него Осталось 41% Он таки Сгастся Понятно Дел Что мы Уже Победили Вопрос Просто В том Насколько Нам хватит Терпения В 40% Я думаю Что нам Уже Никто Не помешает Но Ракет Все Меньше Правда И цель Все Более Доступно Так Поехали 39% Ну 39% Это уже Не 100% Даже Не 50% Поэтому Можно жить Так Говорят Так И у нас Дроны Интересно Сколько всего Дроны Нанесли Дамага Во всем Этом Мероприятии Потому что По ощущениям Не очень Много Если я Влетаю 1079 То они Влетают 180 Ну Почти В 10 раз Меньше Ну Ладно В 7 Но Все равно Слишком Большая Разница Хотя Что-то Мне подсказывает Что без Этих Несчастных Там Пару Процентов Было бы Все Совсем Бо Грустно Поэтому Спасибо Хоть И на Этом А между Тем Почти Полтора Часа Сражаемся С этой Фиговиной Идем В обратно Почему Что 15 Км Это Тоже Далековато Но 34% Я Я бы Сказал Есть Свет Концент Знели Идем Дальше Ну никого у нас на подскане слава богу нет 32 процента остается не тронутые эти ребята можно тут уже поменять добавить этот дверь и я думаю в принципе можно убрать AVC что у нас получается 31% в этой пачке еще будет 30 ну 29 максимум 30 это будет 25 будет давайте ваша ставка будет да точно будет 100% 100% будет ну вот уже 29 даже может быть 28 ну 28 будет 28 под вопрос хотя я думаю будут я думаю будет 27 уже не будет точно хотя вот и 27 последним называется добивки ну и ракет осталось из 7000 осталось 2 800 я думаю ракет может останется там ну сотни там две прям впритык 7000 и это повторюсь с дронами со средним уроном 1080-1300 ну даже не знаю что сказать ну могу так сказать если там ничего сейчас не выпадет или вот перед коробкой это будет конечно мегабит прям мегабит может чтобы поставить было бы как называется не ретранслятор сканер груза и было бы понятно изначально что там внутри но с другой стороны пройти три кармана по уничтожать основные цели а потом узнать что у тебя там ничего нет ну такое себе аметист 4.8 с 2009 года с буквально несколькими корпорациями ну такое это может быть опасно товарищ 22 процента ну еще три пачки 4 и все я думаю скорее приспал и мы закончим эту битву шапки 7000 это кто у нас такой кто уже прямо 2008 года ну почти 2009 ну не опасно во всяком случае на этих кораблях на шаттле вот только прилетит и посмотрит что здесь происходит поймешь что особо ничего не происходит и полетит себе дальше ну или я так надеюсь баджер баджер тоже неплохая штука для перевозок но по нулям на баджере это прям агрессивный товарищ агрессивно смелый я бы так это назвал и баджер ушел 15 процентов даже 14 ну две ну две с половиной пачки и все можно сказать что мы так сказать отстрелялись кстати тут есть станция но мне в эту станцию не дают зайти вполне логично что уж тут я бы сам себя тоже не пускал бы в эти станции такси интересно кого они там везут в этом такси не просто же они туда сюда летают 12 процентов и мы потихонечку удаляемся в обратную сторону далеко мы все равно не влечем 10 да я же 10 а вот и 10 я теперь понимаю почему этого комплекса нет на видео он достаточно нудный особенно в конце у нас остается 8 процентов до уничтожения станции и 1800 ракет ну ракет нам точно уже хватит и уж точно грузового пространства тоже хватит чтобы принять все что это будет в этом в этом удивительном комплексе правда что не подогреваешь там ничего не будет чем у меня такое ощущение чем дольше и упорнее ты его проходишь тем меньше вероятность того что там внутри вообще хоть что-то полезное есть особенно в последнее время все что выпадает из семерок и восьмерок ну кроме как трешем назвать язык не поворачивается если бы не короткий а и сводом новых налогов которые CCP придумала то вообще становится вам большой вопрос а стоит ли вообще что-то продавать инфляция главное чтобы не сделали как у китайцев вот там инфляция вообще полная так 5 процентов 5 процентов это прям совсем мало и чем меньше тем быстрее хочется чтобы все закончилось так 3 процента но это будет последнее все можно теперь лететь обратную сторону станцию и в последней пачке добить так сказать до финала 2 процента барабанная дробь 2 процента 1 процент будет 1 процент и пришел кто-то по нашу душу фух я думаю это уже никогда не закончится так давайте посмотрим давайте посмотрим что же внутри что же мы так долго и упорно выбивать взрывики 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 красивые взрывики все разлетается на мелкие осколочки взрывики хорошие однозначно так и вот что сказать кроме матьюков кто мне скажет вот что сказать кроме матьюков вот матюки больше ничего не остаются вот поэтому их и не ты мне кх ладно На чем летал, пока я тут уже его отварпываю. Значит саб-системы, Loki Core Augmented Nuclear Reactor, Loki Defensive Adaptive Defense Node, Loki Offensive Launcher Official Configuration, логично, Loki Propulsion VK Applimiter. В ригах, Medium Thermal Shield Reinforcer и Medium Yale Shield Reinforcer. Сюда же я вставил Medium Bay Loading Acceleration Т-2. Всего 5 ракет, вмещается соответственно 5 Heavy Assault Missile Launcher, Sister Corp Pro Launcher и Integration Reef. Мы в нулях, поэтому без него сорваться не рекомендую. В нижних слотах 3 Calgary Navy Ballistic System и одна Т-2 Ballistic Control System, плюс Missile Guidance Enhancer. В средних слотах PIT X-Type Thermal Shield Hardener, PIT X-Type EM Shield Hardener, GIST X-Type Hard Shield Booster. PIT не влетает, потому что начинается перегруз по CPU. Republic Fleet Large Car Battery и Federation Navy 10MN Afterburner. Вот на такой штуке я летал. Ну, как вы видели, не все гладко и далеко не все так прозаично, как хотелось бы сделать. В FIT, который я использую для Travel, я меняю только вот Coverage Configuration для того, чтобы поставить соответственно сюда Cover Ops. И... 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 ну, если я знаю, что я буду лететь по жестким нулям, я сюда еще вставляю вот два нанофиброла и один имперностный бюстзатер, у меня вместо ракетится. Ну, честно говоря, здесь нули такие себе, поэтому не буду их менять. Ну и все. Спасибо за то, что смотрели. А, стойте, все. Это же не все, надо же еще, чтобы еще те остались довольны, кто не любит мой голос слушать. Вот для них вот в таком формате, пожалуйста. Останавливайте видео, смотрите более внимательно в этом плане. Ну и в варианте, когда... Когда боевой FIT, один модуль сюда. Cover Ops не будет использоваться. И сюда еще один добавляем. Калдари на этот баллистик. Ну, наверное, если бы было бы правильно вот так вот сделать, но я уже закрыл фитилку. Ставьте лайки. Слушайте, ставьте лайки. Я вас прошу, не ставьте дизлайки. Ну, реально. Ну, как бы, я понимаю, что получилось немножко долго, но я же старался. Поэтому ставьте лайки, либо проходите мимо в этом плане. Не ставьте дизлайки. Пишите комментарии. Если есть какие-то усовершенствования по FIT, то буду рад их услышать, потому что собирал FIT на коленке, подглядывая, как это делают другие, понимая, что ЕМ будет залетать конкретно. Поэтому как-то так. И, конечно, подписывайтесь на канал. Собственно, все это делается ради того, чтобы было больше подписчиков и было больше интересного видео. Обещаю в ближайшее время все-таки возобновлю все свои активности по записи новых видео. Было не до него, честно скажу. Спасибо, что были все это время со мной. FlySafe. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова